Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. И наша спецоперация в городе заселенном зомби продолжается. Как вы помните в прошлой части мы отыскали военного с позывными снежный человек. Вытащили его из захламленного туннеля. Кстати вот он нас уже завез. Сейчас я возьму какую-нибудь убойную вещицу себе в руки. Потому что наша сабля пришла в негодность. И пойдем мы на дело. Запасемся немножко патронами. Итак, нам сейчас нужно... Что он тут от нас хочет? Так, понятно. Высадите гниляка. Это наше задание основное на сегодняшнюю минуту. И находится он где-то из этих охрененных четырех зданий. Могу представить, что нас здесь ждет. В этом рассаднике мертвецов. Мертвецов. В общем, проще паренной репы, понятное дело. Найти гниляка и пристрелить его только в голову. С собой я возьму парня по имени Винц. Вместе мы начинали. Если я не ошибаюсь, да. Потому что там может быть все что угодно. И возьму, наверное, какую-нибудь взрывоопасную вещь. Может быть гранату. Или может быть еще что. Гранат, кстати, у нас не так и много. Так, надо взять глушитель еще для своего автомата. Сейчас я посмотрю. Здесь есть одиночный какой-нибудь хреновенький. На всякий случай сразу его прикреплю. Да. И возьму, наверное, друзья, одну гранату. С этой гранатой мы... В случае чего... Вот граната, да? Угу. Одну пусть лежит. Забит у нас инвентарь. Но ничего. В случае чего мы выложим все в багажник нашего автомобиля. Все, друзья, поехали. Пока у нас на карте находится цифра 1, которая говорит о том, что волна еще не скоро. И мы успеем, наверное, выполнить задание снежного человека. Ну, а там будет видно. Правда, обыскивать 4 дома в той местности это кромешный ад, друзья. Я представляю, что там нас ждет. Так как мы там в той местности не раз уже ездили. Надеюсь, мы найдем генеляка в самом первом доме. И не потеряем никого из группы. Стоять. Наш поворот. И не забыть нужно, что нужно мне попасть ему прямо в голову. И никуда иначе. Так, смотрим. Поехали. Первая местность. Здесь генеляка я точно пока не вижу. Вот тварь какая-то уже прицепилась к нашему человеку снежному. Кстати, вот он сидит в багажнике. Кто еще не знаком. Генеляка. Я сейчас смотрю так поверхностно. На все, что могу. Нет, это не генеляк. Это просто ребята веселятся. Он вылез. Я не знаю, откуда он вылез. Через сетку пролез. Оторвали нам двери. Вернее, мы их отбили по своей глупости. Теперь нам свежо. Блин. Вот здесь. Сейчас мы выйдем. И немного порезвимся с этими ребятами. Они нас уже заметили. И будут пытаться с нами переговорить. Как они могут. Мертвяков все больше и больше. Нужно быть аккуратным теперь с правой стороны автомобиля. Так как нас могут за милую душу попросту сожрать. Да, их идет все больше и больше. Идет супер зомби. Но не нашего вида. Нам нужен немножко иной парень. Это вояка. Сталкивай его. Да, сталкивай. Бессмертный. Он бывает. Ладно. Поэкономим наше оружие. Потому что я не знаю почему. Но печаль. Наше оружие не чинится. Работает ли в этой части мастерский или нет. Толком понять пока не могу. Ну все, друзья. Я пока заездил здесь. Всех, кого только можно. Сейчас посмотрим. Почему именно здесь нас... Ну да. Ничего вообще нет. Все-таки придется идти в соседние здания. Которые находятся рядом. Вот здесь. Не зря мы давили мертвяков. Потому что расчищать нужно. Так, я уже знаю какую машину мы возьмем, когда будем ехать обратно. Конечно же не красную. Я люблю пикапы. И на ней я поеду назад. Он довольно вместительный. И неплох. В уничтожении ходячих мертвецов. Бегучих и прочих. Так, нужно одним глазом смотреть. Одним глазом поглядывать. Чтобы не вышла наша вонючка. А потом сделать ей сюрприз. Так, ну что ж, друзья. Давайте выйдем. Нужно не забыть, что мне нужно попасть ему... Точно в голову. И никуда иначе. Иначе у нас будут крупные проблемы. Так, друзья, берем. Не хочу тратить свое оружие. Отлично. То есть тут до хрена всяких вещей. Чтобы перечеркнуть склад, нам, конечно же, нужно его будет обыскать. Уровень угрозы 2. Ни хрена себе. Мне уже нужно назад ехать. Вот это дела. Ни хрена себе взял. Ладно. Попал. Попал. Отлично. Попал. На нас напал еще один могучий зомби. Но безуспешно. Шикарно, друзья. Все, теперь бегом. Легким бегом. Нам очень повезло. Нам очень повезло, что мы нашли гниляка. Теперь нужно ехать срочно на базу, друзья. У нас проблемы на базе. Скоро начнется волна. К этой волне нужно подготовиться, потому что там находится у нас много выживших. Причем выживших ученых, которые могут побороть зомби-вирус. Уехали мы недалеко, что позволит нам вернуться на место довольно быстро. А здесь работают наши форпосты. Посмотрите, что они делают с мертвецами. Они превращают их в жижу. Я машину не поврежу. Надеюсь, что нет. Хорошая вещь форпосты. Я не жалею, что здесь их установил. Блин, засмотрелся я на огонек и промазал свой проезд. Пардон. Так, друзья, и вот здесь мы остановимся. Вернем нашего смирного человека. Который покусан малость. Отлично сделано. Я, знаете, кое-что еще, что хочу попробовать. Пока женщина на меня здесь сейчас будет бежать. А, это мой парень. Блин, я думаю, это зомби. Ну ты и окровавленный, дружище. Я хотел бы сесть в вот этот автомобиль. И догадайтесь, что я хочу сделать. Я хочу заблокировать ворота. Они ведь входят через ворота, правильно, к нам? Правильно. А мы войдем... О, как открыла скотина ворота, а. А мы войдем через дверь. Так, сзади кто-то большой. Ну ладно. У нас уже, кстати, 13 человек на базе. Я не знаю, где они берутся. Собственно, меня покусали. Мне нужно лекарство. Мне нужно лекарство. Индикатор уже троечка. Скоро будет жарко, друзья. Выпьем лекарств. Выкинем вот эту хрень. Я не знаю, зачем я ее взял. Вообще, беспонтовая штучка. С ней бороться невозможно. Да у меня, собственно, и брать-то нечего. Хрень одна лежит. Ну, возьмем тогда вот этот тамагавк. А там что будет, то будет. Ладно, что я еще хотел сделать? Тамагавк взять и добрать лекарства. Кстати, лекарства вообще понты. Что у нас с базой? Давайте заминируем левый проход. Заложить мины. Да, через две минуты будет. Если успеем, конечно. И, наверное, закажем что-нибудь. Я не знаю, что заказать. Чего нам очень сильно не хватает. Нам не хватает патронов. 150 единиц. Да, давайте закажем патроны. Они будут через 11 минут. Стройматериалов у нас аж 33. Все, ребята, по местам. Начинается. По местам, дружочки. Осада в самом разгаре. Они заходят с севера. Север у нас здесь. Не успел я построить, друзья, мины. Как вы видите, большие проблемы у нас сейчас будут. Я, конечно, снайпер. Но может быть всякое. Идут петухи. Так, не допустим поломку ворот. А ну пошли нахрен от моего забора, суки. А ты че стоишь, тварюка? Сука. Восток, это слева. А, восток здесь, блин. Сука. Ай-яй-яй, мои ворота. Не вижу ворота. Охренеть. Вот как они перелазят через колючую проволоку. Даже теоретически невозможно осуществить уровень стрельбы 6. Вот еще рыженький, рыженький. Рыженький, сука, отстал. Какой вход? Я, как обычно, на перезарядке. Вот у меня какая-то... Все. У меня нет патронов. Вот это застрелялся. Блин, ворота открыты. Ну че вы делаете вообще? Быстрей слазь, мать твою. Вы че, не можете двери починить? Ох, сбоку идут. Супер-эти идут, зомби, блядь. Кто здесь, мать вашу? Это бронированный. Как всегда, нет ни хрена, ни патронов, ни хера нет. Все, друзья, нам кхана, блядь. Они не горят, что ли, или что, блядь? Закрывайте, мать вашу дверь. Быстрее заколачивай, блядь. Кроме меня, я так понял, здесь вообще никому. А идут бронированные. Все, друзья, я на вышку. Идут со всех сторон. Чувствую, без меня здесь вообще не разобраться. Они прорвались через западный вход. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что у нас здесь вообще есть? У нас есть паника. Суровая паника. Будем работать серьезно. Где еще у нас проблемы? Так, я вижу. Будем их в ошметки пускать. Еще где проблемы? Говорите, где проблемы? Я вас спасу, мать вашу. Гранатомет, это бомба. Это бомба, но у меня всего два патрона. На гранатомет что-нибудь дайте, мать вашу. Так, здесь все в порядке. Сука, упал. Вперед, вперед, вперед. Быстрее, 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 быстрее. Я понял, я иду. Так, так, так. Что у нас еще здесь? Еще какая-то тварь бежит. Я иду, я иду. Без паники. Без паники, друзья. Я с вами. У меня нет патронов, но я вас прикрою. Так, последние остались, уроды. Ух, 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 вот это битва. Если бы не гранатомет, друзьяки... Мне бы пришло здесь не сахар. Что еще? Кто еще, мать вашу? Осада в самом разгаре. Начали срабатывать мины. Все? Или еще кто-то? Что вообще делать-то надо? Почему ничего не срабатывает? Или мне в центр надо прийти? Что это за кружок? Не понял вообще, почему не... Что происходит вообще? Ну, закрой же дверь, потом отдыхай, мать твою. А, вон, один остался. Пытаемся отвоевать, что? Ох, вот это мать его сражение, друзья. Это песец. Вот это битва. Короче, на каждую битву нужен гранатомет, как воздух. Только один вопрос. Где брать патронтажку? Возрывные улицы. Стрелять можно смело в толпу. Он не повреждает наших союзников, но уничтожает насмерть всех уродов. Так, надо что-то перезарядиться или что-то сделать. Здорово, что все прошло успешно. Я очень счастлив, что у нас все хорошо. Ну, конечно, пришлось поволноваться. Что у нас по карте? По карте у нас вообще нет никаких заданий, друзья. Про карте у нас вот такая вот хренотень. Может заказать какую-то штуку? Ну нет, еще пять минут до заказа. Что у нас здесь? Возможные действия не работают. Ладно. Вот такая вот была битва, друзьяки. Так, ладно, чем мы сейчас-то займемся? Я даже не знаю, чем нам заниматься-то надо. Наш он, снежный человек, уже подыхает практически. Ну давайте пойдем за ним. Понятно. Будем сейчас идти на свирепого, мать его. Понятно. У него нет глаз, но он нас все равно найдет. Так, а где ж тут искать? Мы же здесь уже везде были. Мы уже обыскали это место 25 раз. И снова туда возвращаться. Так, мне уже от снежного человека хочется избавиться. Он мне уже надоел со своими заданиями. Это ж... А как мы его рубить-то будем? Я взял себе что-нибудь рубящее? Да, я взял какую-то тамагавк. Надеюсь, он нам поможет. Насколько эффективно, пока неизвестно. Но будем рубить со всей силы. Так. Здесь вот будем искать этих ублюдков. Не мешали нам зрители. Вот здесь где-то. Сейчас глазом окинем бензозаправку. Свирепого найти довольно легко. Он у нас... Передвигается на четырех лапах. Сука, сейчас дверь вырубит. Так, свирепый, нет? Там какая-то большая точка. Я не знаю, свирепый это или нет. Эээ... Эээ... Нет, это не свирепый. А, вот свирепый. О! Давай, сюда, сюда, сюда. Сталкиваю. А теперь порубим. А теперь... Добивай, добивай, добивай. Добивай, руби, руби, руби. Снежный человек, руби его. Все. Нет, не все. Он еще живучий. Все, теперь валим отсюда. Вот это правильное решение. Забираем и валим. Быстро. Кстати, там что-то есть. Не могу покинуть это место, не проверив... Не проверив этот... Это стройматериалы. Это стройматериалы. Они нам понадобятся. Сзади. Сзади, снежный человек. Сзади, мать твою. Ни хрена здесь вообще нет. Бутафория. Ладно. Нас, возможно, из-за этого сожрут. Но, может быть, и нет. Так, садись в машину. Сзади, сзади, садись в машину. По коням, по коням, по коням. Поедем. Сзади уже кричит. Ублюдочный крикун. Все, вырвались. Вроде вырвались. И мы свободны. Словно птицы в небесах. Сейчас я добью толпу зомби. Мне повысят какой-то там рейтинг. Я добил толпу зомби. Нет, один остался. Последний из мангекан. Толпа зомби уничтожена. Все счастливы и всем хорошо. Так, ну что ж. Я надеюсь, это последняя миссия от снежного человека. Потому что хватит уже. Убивать мертвецов. Мы и так их достаточно убиваем. В наших путешествиях. Так, а куда пошел снежный? Он хочет залезть в мини-уэн. Нет, он просто хочет зайти на базу. А вход видно для персонала только этот. Заходи давай. Потом пригоню. Надо не забыть. Все, пошли, пошли, пошли. Все нормально. Все живы. Вообще понты. Есть. Что же дальше? Что нам-то дальше делать? Что я за банку вырвал? Ну ладно, пусть полежит банка. А патроны вот эти ненужные. Все, что делать? Друзья, ну скажите, что делать? Ну больше что миссий нет. Скопление зомби-крикуны-то. Нужны мне не 200 лет. Ну пусть будут. Чем заниматься-то? Уничтожьте скопления? Вы что, издеваетесь? Я не хочу их уничтожать. Уничтожать. Блин, ну что за занудство. Не превращайте игру в оригинальную версию. Я не хочу ездить, уничтожать всю эту хрень. Кстати, я очень сильно уставший. Давайте возьмем... Какого-нибудь парня поболее боевитей. Давайте этого возьмем. Я уставший. У меня могут быть проблемы различного рода спасения игроков. А вот этот парень бодренький. Сейчас посмотрим, что у него есть. С арсенала. Вполне хорошо, нет только лекарств. Какая-то связь с доктором Хорн? Ничего. Это отдельная возможность. Фима – это неизвестный. Нет? Говернер употребляет на собственных бизнес-производителей, чтобы установить сфер-планировки и вооружениях. Человек, который ты после этого, – Хадли Уэстин. Его семья ведет большую среду в регионе. Мы должны держать Уэстин, работая с нами. Так что твои ордеры – это пойти к своему сыну. Я выбрал. Так, нам нужно спасти сына, чтобы заручиться поддержкой отца. Вот такая она задача. Обязательно это сделаем, но возьмем кого-то в помощь. Самому идти туда и страшно, да и незачем. Одного человека, я думаю, хватит. Если что, гранаты у меня есть. Сброшенный груз получен. Патроны и взрывчатка. Вот так вот. Нам дали груз. Что у нас добавилось? Патронов нам добавилось. Так, у нас заканчивается еда. Нужно немедленно заказать еды. Через 11 минут будет. Через 11 минут все будет. Так, там кто-то ходит. Ну, нам на него насрать. Спасаем какого-то сынка. Эту миссию нужно выполнять немедленно, потому что сынок важный. Победа над вирусом. Так, приближается толпа зомби. А, слева там кромешный ад творится. Даже заглядывать боюсь. Победа над вирусом первостепенная задача. И нужно использовать все ресурсы, которые у нас есть. Где он там находится? Ого, забрался, мать твою. Очень жаль, что разработчики ограничились только вот этой окружной дорогой. И больше ничем. Я надеялся хотя бы увидеть городок. Есть спуск к небольшим жилым домам или там заведениям. И все, собственно. Спасите. Спасите этого парня. А сейчас спасем, конечно, чтобы не люди, что ли. А его там уже шинкуют, я вижу. Да, его шинкуют и меня тоже шинкуют. Какой-то тупорылого я взял себе напарника. Я не знаю, откуда его выкопали вообще. Я надеюсь, не попал у него. Так, так, так. Вот так. Сильно меня порезали, конечно. Пока мой напарник раздуплялся сзади с полицейской дубинкой. Ну ничего. Вот еще один. Сейчас мы его зарежем. Отлично. Все чинно-благородно. Так, говори со мной. Не успел поговорить. Пришла поддержка. Сзади. Ну бейте же, ну ё-моё. Ну вы же оптимизировали игру. Что это за хрень-то такая? Пиздец, конечно. Стоит на столе, и его невозможно ударить, потому что он на столе. Типа я в домике, я спрятался. А меня здесь добьют скоро. Я уже пью все, что могу. Надо, наверное, было не стрелять. Да, надо было не стрелять, друзья. Нам жопа. Нам настоящая задница, потому что посмотрите, кто там идет. Друзья, вы нашли замечательное время поговорить. Там, кстати, вонючка стоит. А у меня, как обычно, нет патронов, сука. Ну стреляй же, мать твою. Все, пошли отсюда. Пошли, 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 пошли. Мазефака, не могу переступить через мертвеца. Ну вот это дают жару, конечно. Вот это ребята дают жару. Все, я всех спас, нет? Нет, остался наш дурачок туго дум, блин. Ух, вот это жара. Садись в машину, твою мать. Твою ж мать. Не хватает нервов. Он будет полицейской дубинкой убивать тысячи мертвецов. Сядь в машину. Нет, друзья, это неизлечимо. Эта проблема неизлечима. Она была, присутствует и будет жить вечно, я так понял. Он будет стоять здесь годами, отбиваться. Охренеть, вот это да. Сядь в машину, сядь в машину, мать твою. Нет, он пошел, он понял, ребята, поняли, он весь город сейчас зачистит, нахрен. Какая ж тупизна там, мать его. Глянь, не понял, куда он пошел? Куда пошел военный? Он на базу пошел или что? Я нифига не пойму. Его сожрут сейчас там. Ай, какой ужас. Садись в машину. Да, ребята. Думал, с Lifeline будет все иначе, но проблема... Проблема здесь... Неразрешимая. Смотрите, человек не может вернуться. Ну, я не знаю, он пошел пешком. Ну, пусть идет. Мы сядем в эту машину. А, теперь у нас другая проблема. Вот это, мать его, оптимизация игры. Вот это дают, ребят. Вон, его уже доедают. Он не вернется на базу. Ты не хочешь сесть в машину? Последний раз спрашиваю, придурок. Не хочет сесть в машину, ну и ладно. Не будем видеть его, как его сожрут здесь. Поедем спасать нашего выжившего. Но то, что напарник у нас тупой, это очевидно было сразу, так как из-за него меня чуть не сожрали. Он стоял сзади и смотрел, как меня будет кусать за шею зомби. Ничего не сделал, ну и хрен с ним. Ладненько. Мы пытались ему помочь, но... Ну, это невозможно сделать. Оптимизация игры, ее искусственный интеллект остается на низком уровне, довольно низком уровне, который продолжает удивлять с каждой новой миссией. Если там идет какая-то статистика, то вот я сейчас потерял военного не по своей вине. Как бы он просто решил пойти пешком на базу сам. Выходи, сынок, выходи. Население на статье уже 11. Я не помню, сколько у нас было, но по-моему кто-то погиб, друзья. Мирный житель появился в беде. Понятно. Понятно. Сейчас мы посмотрим карту. Это, как обычно, у нас не карта. Куда нам там ехать-то вообще? А он здесь застрял недалеко. Меня очень сильно покоцали, что очень печально и плачевно из-за напарника, который, кстати, по-моему, тоже погиб. Потому что у нас население было, если не ошибаюсь, немножко больше обычного. Ладно. Патроны. Проблемы с патронами. Ну, пойдем, теперь ты со мной. Тим Хант. Надеюсь, ты будешь умнее того человека, который нас всех убил. Так, что я хотел посмотреть. Отчет. Мирный житель в беде. Спасен человек. Борьба улучшена. Сброшенный груз. Хэдли Уэстин. Так, по крайней мере, не написано, что у нас кто-то погиб. Может быть, когда-нибудь этот вояка и добежит к нам. Он находится в другом конце города. Я даже не знаю, как его зовут. Ну и хрен с ним. Ладно. Попробуем вытащить мирного жителя и вздохнуть спокойно. Пока волны нет. Солнце, кстати, уже начинает садиться. Постепенно я вижу уже серые свинцовые тучи. А в темноте это настоящий ад. А вот толстяк ходит рядом с базой. Если придет на базу, сладко нам не будет. Так, здесь он, по-моему, да? Да, здесь он находится. Вот находится он в этой... Кстати, я здесь уже забирал человека. Неужели нельзя... Где он? Неужели нельзя локации поменять немножко? Ну, хоть в разных местах хотя бы забирать. Здесь я уже когда-то был. И не когда-то, а, по-моему, уже дважды. Я давил этих ублюдков уже много и много раз. Я не вижу пока выжившего нашего. Зато вижу, как мне ломают двери. Так, буду давить, как могу. Буду давить, как могу. Вот еще кабана сейчас я прижучу. Или он нас прижучит? Ладно, а ну, слезь, скотина, с моей машины. Только помыл ее. Так, все. Здесь находится, видно, в сарае закрылся. Да, я здесь вынимал военного однажды. Я это уже место даже обыскал. И вот тут даже взять уже нечего. Ну, блин, дают. В одно и то же место свозят выживших и военных. Ладно, поехали. Надеюсь, ты хоть сядешь в машину? Сядь в машину. Я тебе приказываю. Даже дверью прихлопнул одного ублюдка. Ага, сейчас. Все, я вырвался. Вроде без потерь. У тебя еще нужно доехать. А тут такое, а тут такое. Ничего страшного. Все, все, все. Еще один выживший сейчас приедет на базу. Итого у нас уже один сын ученого находится там, ждет вертолета. И сейчас будет один гражданский. Как обычно, я проезжаю свой самолет. Я думаю, уже совсем скоро начнется очередная атака. Как к ней выживать, я пока не знаю. Потому что прошлую мы еле пережили. Столько уникальных боссов и мертвецов пришло, что пришлось отбиваться гранатометом. А патронов у нас не так и много. Так, еще один выживший. Отлично. Просто замечательно. Вот только теперь у меня проблема, чем заниматься-то вообще в этой местности. Если нет больше заданий. Заказать какой-нибудь груз, пока мы ждем чего-нибудь. Так, нам сейчас прилечить что-то через 49 секунд. Кстати, делал-делал батареи. Тактика тактика выживания. Пока этот приказ стоит, будут понемногу собирать припасы. Вот это здорово. Давайте сделаем тактику выживания на припасы. Пусть приказ никто не отменял. А, он уже работает. Понятно. Так, друзья, там что-то было написано. Видно, что-то пропустил. Ну, карта вроде чистая. Хотя, тут что-то такое движется. Что это такое? Обзорный пункт? А нам что, дали задание на обзорный пункт, что ли, выполнить? Перехватить толпу зомби, обнаруженной свирепой зомби. Какие-то левые квесты, я вам скажу, пошли. Зачем нам это выполнять-то вообще? Мы получили небольшую партию припасов. А ну-ка, давайте посмотрим, что мы тут получили. Мы получили... А, еда дошла к нам. Друзья, давайте закажем что-то серьезное. Вот, например, патроны и обоймы. У нас реально проблемы с патронами. Пусть 200 очков у нас заберут, но мы хотя бы... Мы хотя бы вооружимся перед волнами. Стоять в такой ситуации очень сложно. Что я вообще хочу сделать? Я не знаю, что я хочу сделать. Увидел мертвеца и обомлел. Мы опять едем в ту же самую точку. Ну, блин. Нужно было раскидать-то квесты хотя бы по карте. И вообще, зачем мы туда едем? Хату зачищать. Да не буду ее зачищать. Все ж, больше ж нет выживших. Нет, больше выживших нет. Дневник. Сброшенный груз получен. Это понятно. Дружелюбие выживших. Холден. Попал в беду. Так, ну все. Короче, у нас тут... Произвол. Что хотим, то и делаем. Давайте еще вмотнемся в ту же часть. Добьем этих бродячих ублюдков и посмотрим, что там на вышке. Хотя бы одну такую миссию выполним. Ну, а этих задавим, естественно. Естественно, мы их задавим. Надеюсь, вот идите сюда. Ну, будем это, конечно, делать очень долго. Идут они со всех сторон. Плюс еще, смотрите, это скотина, которая сейчас может напрыгнуть к нам на машину. А вот она, вот она. А, он у нас резвый. Да, блин, не то, что толстяк. Бей, не хочу. Ладно, сейчас расчистим вот этих тварей, а потом... Ах, не дался он на наш капот. Не захотел. Может, стенки его прижать, а? А может, тебе к стенке скотина прижать? Нет, к стенке не дается. Ну, ладно. И не таких встречали уродов. Сейчас мы братков здесь разобьем и тобой займемся. Олень, блин, прыгает. Вот тут еще не мешает. Так, уже закат. Настоящий закат. Пора уже делать ноги. С этого места. Давай, давай. Напарник у меня дремлет, да? Или он просто не успел выйти с машины? Мы уже тебя резали сегодня. Помните, собирали. Так, не будем стрелять. Чем мы вообще сюда приехали? Хрен его знает, чем мы сюда приехали. Ну, лучше, наверное, бежать. Тем более вонючка. Тем более вонючка. Друзья, я не знаю, честно, что делать. Закончились все квесты. Неужели зачищать этот сраный дом с крикунами? Ну, не знаю. Можем, конечно, съездить туда. Или просто можно собирать припасы по карте? Ну, я это не люблю делать особо-то. Это довольно скучно. Я это делал всю прошлую игру. Ну, поехали. Посмотрим, что это за дом. Уничтожьте скопление. Два крикуна. Это разве скопление? И домой еще рано. Как бы еще светло. Да, не продумали. Вот момент пустой езды. Хоть бы какого-то военного на карте поставили. Кстати, а сколько у нас? О, 13. Дошел все-таки вояка, друзья. Дошел вояка. С тупорылым лицом, который. За которого мы чуть не погибли. Тут вонючка. Да, здесь вонючка. Я должен выйти, чтобы его застрелить. А теперь он должен сесть обратно. И всем советую последовать моего совета. Он еще выжил? Он что, выжил? А ну, отцепись, сука, от моей двери. О, он залез уже. Уже не залез. Так, что там у нас? Что там у нас? Еще кто-то? Все, хата зачищена. Зомби больше нет. Ладно, друзья, я возвращаюсь на базу. Да? Или нет? Или все-таки зайдем, посмотрим, что там? Не зря же мы здесь мочились-то. Сколько? А солнце падает на глазах. Просто падает за горизонт. Так, все нормально. Все в порядке. Я просто хочу взять что-нибудь на базу. Ну, зачем вот так ездить-то? Обнаружено новое место. Так, обшариваем это место. Верим, что нас никто не найдет. Это, кстати, заправка. Здесь будет, наверное, бензин. Ну, хоть что-нибудь привезти-то. Хоть что-нибудь. Мясо, кофе. Мясо, кофе и все. Жалко, что я один только обшариваю все эти места. Думаю, уже скоро будет волна. Еще одно мясо. Так, это я, наверное, выпью. Нет, мне не надо, да? Ну, не надо и не надо. Давайте заберем на базу. Хотя это лучше выкинем. Лучше взять молотова. Вот, конечно, практически бесполезен. Гранаты намного эффективнее, кстати, стреляют. И гранатомет, чем молотов. Ну, в любом случае, пусть будет. Так, ну, я так понял, ни хрена я здесь не найду. Никаких полезных вещей. Просто мясо и выпивка. Все, вообще пустотень. Автозаправка обыскана. Ну, ни хрена не найдено. Даже литра бензина. Ну, ясно, это апокалипсис, конечно. Бензин. На вес золота. Так, мы в этом районе вообще все обыскали. Посмотрите на карту. Вообще все зачистили буквально. Кстати, там наша машина без дверей стоит. Не, когда... Куда я еду-то, мать его? Куда я еду? Правильно я еду. Правильно я еду. Только вот сюда. Все, наступила ночь. Самое время ложиться спать или куда-нибудь прятаться. Что мы сейчас и сделаем. Правда, появимся мы снова в эти же время суток. В этом времени суток. И ничего не изменится. Так как... Делать-то нам там больше нехрен, я так понял, да? Свирепые зомби опять появились. Снежный человек, кстати, куда-то пропал. Я даже не знаю, где он. Был, был. Собирали мы, собирали. И все, исчез. Ну, ладно, друзья. Раз делать нам нехрен, то... Будем тогда закругляться. Вот как раз нас еще и сохранили в этот момент. Возможно, когда мы вернемся в игру, что-то да появится. Я-то думал, дополнение будет намного драйвовее. Но все равно приходится ждать. Во что-то верить, чего-то ожидать. Так, ну давайте, может, что-нибудь восполним. Что это такое? Лампы для чтения. Ну, нахрен им не нужны нам те лампы для чтения. А вот медпункт лучше повысить, наверное, да? Сколько мне? 15 единиц это обойдется. Может быть, я это и сделаю. Да, пусть чинится. У нас будет максимальный запас здоровья увеличиться на 10%. Будем лечиться. И врач опытный нам нужен. Вряд ли мы его найдем где-то. Все, карта чиста. Делать, друзья, здесь нечего. Ну что, друзья. Спасибо, что смотрели. Мы выживали как могли. Спасли некоторых людей. В следующей серии, думаю, займемся тем же самым. Или придем к какому-то новому открытию. Которое покажет нам другие стороны этого дополнения. А пока подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И до новых встреч. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok